Для экономики Армении в сегодняшнем геополитическом положении есть только один выход – это Россия. Этим и было вызвано неоднозначное отношение к Пашиняну, потому что ясно, что у Армении нет другого выхода, кроме как нормальное отношение с Россией, в том числе экономическая интеграция, потому что все прошедшие после распада Советского Союза 30 лет показали, что все надежды на европейскую армянскую диаспору на американскую армянскую диаспору провалились. Как передает Канал 13, об этом заявил в прямом эфире радиостанция Вести ФМ политолог Сергей Михеев. По его мнению, единственное, что поддерживает Армению на плаву – это отношение с Россией. Но Пашинян пришел под лозунгом прозападных ценностей, под лозунгом обещания переориентировать Армению на Америку и Европу. Пашинян пришел на волнение однозначных заявлений о России, и это вызывало массу вопросов к нему, сказал российский эксперт. Ну, трудно сказать. Я думаю, что для экономики Армении в сегодняшнем геополитическом положении есть только один выход – это Россия, другого нет. В общем-то, этим и было вызвано такое, знаете, неоднозначное отношение к Пашиняну, в том числе и в Армении, и в России, между прочим. Было вызвано тем, что ясно, что в нынешней геополитической ситуации у Армении нет другого выхода, кроме как нормальные отношения с Россией, в том числе экономическая интеграция и так далее. Ну, просто нету, и все. Потому что все прошедшие после распада Советского Союза 30 лет показали, что все надежды на европейскую армянскую диаспору, на американскую армянскую диаспору, на любую другую диаспору, они провалились. Единственное, что поддерживает Армению на плаву – это отношения с Россией. Но Пашинян пришел под лозунгом прозападных ценностей, под лозунгом обещаний переориентировать Армению на Европу и Америку. Пашинян пришел на волне достаточно неоднозначных заявлений в отношении России. Это тоже вызывало массу вопросов к нему. Типа, ну а что ты дальше собрался, будешь делать с той же самой экономикой? Сейчас, если, например, выключить все механизмы отношений с Россией, все проекты, ну, я не знаю, Армению вообще, наверное, просто можно закрывать. Сейчас, если взять, например, Армению возьмет и выйдет из Евразийского экономического союза, например. И, скажем, армянские трудовые мигранты потеряют возможность ездить в Россию на заработки, осложняться отношения с точки зрения поставок из России. Я не знаю, я думаю, что Армения окажется просто в катастрофическом положении. Она и так в достаточно сложном положении. Население постоянно уменьшается, в экономике никаких там особых плюсов нет. А дальше придется идти просто по пути уступок Турции и Азербайджану. Понимают это там в Армении, не понимают. Других вариантов просто не будет. Просто не будет. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Так что, ну, может быть, есть вот это же Алиев, президент Азербайджана Алиев сказал, что, мол, ну, как бы пытаясь смягчить горькую пилюлю в виде соглашений по Карабаху, что, мол, Азербайджан готов наладить железнодорожное сообщение с Арменией. И это может быть даже и хорошо. Но надо понять, что вы, конечно, попадаете в этом случае в определенную зависимость к Азербайджану. Вне всякого сомнения. Вот, и, видимо, только по этому пути, да, можно продолжать вот развитие каких-то там отношений и все, что с этим связано.